К нам в редакцию обратилась жительница Владикавказа, пенсионерка Зарина Гусалова. В прошлом сотрудник МВД. Сейчас она живет одна, у женщины серьезные проблемы со здоровьем. Передвигается с трудом. Квартира Зарины Гусаловой находится на четвертом этаже. Это доставляет пенсионерке массу неудобств. Женщина решила продать квартиру и купить другую на первом этаже. Когда начала оформлять документы, столкнулась с серьезными проблемами. Выяснилось, квартира ей уже не принадлежит. Тему продолжит Николас Джоев. Зарине Гусаловой 83 года. Большую часть жизни женщина проработала в органах внутренних дел. Сначала в Северной Осетии, потом в Донецке. Сейчас пенсионерка передвигается с трудом. А с четвертого этажа, где расположена ее квартира, и вовсе не может спуститься самостоятельно. Два месяца назад Зарина Харитоновна решила свою квартиру продать и купить другую на первом этаже. Когда дело дошло до оформления документов, оказалось, что квартира Зарины Гусаловой в историческом центре города уже продана. Я работала юристом. Последнее время работала на юрфаке. Уголовный процесс у меня был. И вот представьте, такое известие получить. А мне еще принесли документы. То есть доверенность и договор купли-продажи. Это с моей фиктивной подписью. Я поняла, что документы эти подделка. Женщина сразу же обратилась в полицию. Рассказывать к ней пришел участковый, которому она рассказала обо всем подробно и передала документы. Доверенность и договор купли-продажи. Также со слов Зарины Гусаловой участковый нашел людей, которые упоминаются в документах. Те полицейскому объяснили. Сделку осуществили по наводке некого адвоката. Навела она все это адвокат пригородного района Плиева Раиса Султановна. Договор они заключили на 90 тысяч. Я купила мне эту квартиру за 90 тысяч. И она пообещала им половину суммы. Ко мне в один прекрасный день заходит участковый и говорит, вот женщина напрашивается к вам. Она кинулась на колени и говорит, простите меня, заберите свое заявление. Я говорю, а ты кто такая? Я Плиева. Я говорю, а какое отношение? Это с моей подачей, это я виновата в том, что вашу квартиру продали. Мы, говорит, эту квартиру давайте купим у вас снова. Составим договор купли-продажи. Говорит, уже эта квартира тогда перейдет к вам. Он даже решил, что я буду молчать. Я молчать не буду. Я не буду никогда молчать. Мы сами тоже решили проверить подлинность доверенности, по которой продали квартиру Зарины Гусаловой. Но данных на специальном общедоступном сервисе в интернете не оказалось. Альбина Гасанова знакомая с Зарины Гусаловой. Говорит, хоть она и адвокат по уголовным делам, такой случай в ее практике впервые. Альбина Гасанова уверена, пенсионерка стала жертвой квартирных аферистов. Так как она уже обращалась неоднократно в правоохранительные органы, и ответ она не получала. Кроме участкового к ней никто не приходил, не интересовался. Я посчитала своим долгом и помогла написать заявление в Следственный комитет и в МВД. Почему Следственный комитет, сейчас объясню. Потому что на момент совершения преступления Плиева являлась адвокатом, и это, соответственно, относится к Следственному комитету. Найди ответ на вопрос, почему жертвой аферистов стала именно Зарина Гусалова, не удалось. Мы все же решили выяснить все детали произошедшего. Отправились по адресам, указанным в фальшивой доверенности. Улица Малиева в Владикавказе – место прописки женщины, которая по доверенности и продала квартиру пенсионерки. Говорить на камеру жильцы дома отказались. Стали прятать лица. Выдана фальшивая доверенность, по которой у пенсионерки забрали квартиру. Я уже в курсе. Да, в курсе, да. Вот мы по этому вопросу снимаем. Совершенно случайно по этому адресу оказалась женщина, очень похожая на ту самую Раису Плиеву, адвоката, на которую указывает Зарина Гусалова. О том, что это именно она, мы узнали позже, когда ее опознали на кадрах. Хотя на месте сама себя женщина не признала. Но мы еще разыскиваем адвоката Плиеву. Ну, мы ее тоже не можем. Вы ее тоже не знаете? Я ее не знаю. Угу, все понятно. В запутанном деле предстоит разбираться правоохранительным органам. Правда, когда это разбирательство начнется, пока неизвестно. Где сейчас находится заявление Зарины Гусаловой, нам выяснить не удалось. На наши звонки в СССР заявили, что документы передали в прокуратуру. В прокуратуре заявили, что их передали в МВД. В МВД, в свою очередь, заявили, что документы направлены в Следственный комитет. Николай Жюев, Александр Каджаев, Игорь Войцховский. Новости сети.